Здравствуйте! Это студия Баланс ТВ, меня зовут Андрей Сидло. И сегодня у нас в гостях вновь, вновь, вновь и вновь Сергей Яковлев. Здравствуйте! Популярный лектор, консультант по семейным отношениям, повар. Что еще? Философ. Философ. Вот моя личная версия. Вот на этой версии мы и остановимся. Наши встречи с вами становятся уже более-менее регулярными, что не может не радовать. И каждый раз я пытаюсь придумать для нашей программы какую-то тему, которая могла бы помочь не только нам поддержать друг с другом приятную беседу, но и каким-то образом помочь нашим зрителям. Если вы не против, то сегодня в качестве темы я предложу такой термин, как молитва. Нет шансов избежать. Ну да, я не даю вариантов, поэтому... Поэтому молитва. Поэтому молитва. Что это? Как вам кажется? Крайне тяжело быть толерантным в этом вопросе. Молитва — это разговор души с Богом. Как бы это ни казалось странным или аббициозным. То есть разговор живого существа со своим источником. Это именно душа разговаривает или это вопрос взаимодействия тела в том числе? Душа. Душа? Да, потому что если тело разговаривает, это же шизофрения. Да, то есть поэтому есть человек... Говорят не так. Говорят не вопрос о том, что тело, оно разговаривает, а вопрос о том, когда ему отвечают. Да, да, да. Но дело в том, что телу невозможно разговаривать с Богом. Потому что это странно. Всегда разговаривать с тем, что ты можешь увидеть, пощупать тело. Реально это материальный элемент, который должен соприкоснуться к себе подобным. То есть в молитве ты не соприкасаешься к себе подобным, потому что тот же Бог, он нематериален. Поэтому это не тело всё-таки. А вот некоторые говорят, что вот я во время молитвы вижу, и это он. Ну, всякое бывает. Тут мир полон удивительных персонажей. Кто что-то только не видит. Я сам много чего вижу, что страшно признаться, ибо санитары могут куда-то увезти. Я не знаю, я не вижу. Вот при всём желании я не вижу. И есть подозрение, что это нормально. Потому что, чтобы видеть, допустим, Бога и с Ним говорить, нужно быть в Его измерении. То есть святые какие-то, они легко его могут видеть. То есть они присутствуют и в нашем измерении, и там, где он? Да. Так говорят, во всяком случае. Есть некое духовное видение, когда людям святые. И это сейчас не идёт речь о неких конфессиях и тому подобное. То есть святой он и в Африке святой, он над конфессией. А то есть для того, чтобы достичь вот этого духовного видения, надо получить какой-то уровень святости, благости? Что? Или почему кому-то это доступно, а кому-то нет? Ну, кому-то... Ну, в этом мире всегда так. Кому-то что-то доступно, а кому-то нет. Кому-то доступно московское метро, а кому-то нет. Ну, просто вот так убесим. Ну, нет возможности. То есть это вопрос неравенства? Ну, мир несправедлив. Да, то есть даже в коммунизме мы увидели, что равенства нет. То есть все равны, но есть те, кто равнее. Здесь так же и так же. То есть это не вопрос желания даже, да, или не вопрос волевого решения. Вот я буду видеть. Ну, не будешь. Не будешь ты видеть Бога, пока ты не поймёшь технологию, как видеть Бога. Это так же, как телевидение, да. На телевидении есть некая технология. И сколько бы я, например, дома не сидел за столом с чашкой, с припудренным носом, да, это никогда не попадёт в эфир. Просто не попадёт. Ну, я, конечно, могу где-то на Ютубе выложить и повеселить людей, да. Приводится пример, это как технология, да, духовная технология, это как почтовый ящик. То есть если вы видите почтовый ящик, который повесил главпочтам, да, или как почта России, допустим, то если вы бросите туда письмо, правильно оформлено, оно дойдёт. Если же, например, вы точно такой же ящик сделаете из жести, покрасите его, ну, в синий цвет, я уж не знаю какой-то в России, синий, скорее всего, и на нём напишите. Он будет один в один, но не повешен почтой России. Ты можешь туда напихать писем сколько угодно. Ты можешь облепить их марками, но он никуда не уйдёт. Поэтому, чтобы связаться с Богом, ну, нужны некие технологии, технологии, знаете, это нужно общение с теми, кто уже связан от учителя к ученику, ну, и так далее, и так далее. И у них эта технология есть, она как-то передаётся. Для чего это нужно вообще, в принципе, то есть вот, ну, если мы говорим о том, что Бог, он трансцендентен, он не присутствует в этом мире в проявленном виде, да? И зачем тогда, в принципе, молиться? Ну, я сильно сомневаюсь, что ему это надо. Надо. Надо? Ну, Бог никогда не делает для себя что-либо бесполезное. Это закон. То есть не бывает так, что Бог сделать хотел грозу, а получил козу, да? То есть, ну, вот не сложилось, да? Некоторые думают, что там есть что-то, побочный эффект. Да, то есть, ну, не сложилось, да? Мусор, брак, брак какой-то. Нет, нет, у Бога брака не бывает. То есть всё серьёзно продумано, всё сделано для неких целей. И мы тоже сделаны для неких целей. То есть душа, она создана для определённых целей. То есть у него был план, и он под этот план сделал. Я иногда спрашиваю на лекциях, я говорю, вы знаете что-нибудь о душе? Я говорю, конечно, серьёзные люди собрались, да? И вы можете сказать, у вас есть душа? И все ведутся сразу. Говорят, да, есть, у нас есть душа. И некоторых, кто уже был, не один раз, потому что некоторые два и три раза попадаются. Она говорит, нет, 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 мы знаем правильный ответ. У нас нет души. Мы есть душа, у которой есть тело. И вот эта душа, она создана для того, чтобы быть с Богом в неких отношениях. А почему мы всё-таки себя не ощущаем душой? Почему мы себя всё-таки ощущаем телом? Потому что, я поясню, что я имею в виду. Обычно, когда мы слышим какое-то истинное утверждение, оно очень легко ложится. И сразу принимаешь его, и как-то вот тебе сразу комфортно становится. И ты вроде как, о, открыл то, что давно ждал, и вот оно пришло. И вот когда мне открыли глаза на этот вопрос и сказали, что я не тело, и сказали мне о том, что я душа, я всё равно какое-то время себя контролирую. И когда я начинаю думать в этом ключе, я всё равно думаю о себе как о теле. Почему всё-таки нет вот этого принятия, да, и чтобы раз, и всё, вот теперь картинка стала правильной? Мы в основном принимаем то, что нам понятно. То есть понятно, просто, объяснимо, то, что не надо менять, то, что нам приятно, по большому счёту. То есть принять, что нас ждёт вкусный обед сейчас, очень легко. Принять какие-то вещи, связанные с нашим наслаждением, несложно. Да, если вам, ну, я не знаю, хотят подарить автомобиль, да, очень легко принять это, что ты достойный этого факта. Но, опять же, некие мудрецы говорят, всё, что человеку приятно, либо аморально, либо преступно, либо ведёт к ожирению. Мы чудесно понимаем, как правильно питаться, но питаемся не так. Мы знаем, как слушаем же лекции, читаем книги, как строить отношения с людьми, но всё равно делаем по-своему. Мы много чего знаем. Мы знаем, как надо правильно зарабатывать деньги, но боимся правильно зарабатывать, и зарабатываем их неправильно. Это есть план Бога, чтобы мы были выбирающими. То есть говорится, что… Ну, я когда буду говорить слово «говорится», это, значит, я прочитал в неких книгах, в неких трактатах, и там это и говорится, что Бог создал живое существо для того, чтобы наслаждаться вместе с ним. То есть мы созданы для наслаждения Бога, как бы это странно ни казалось. То есть другой цели нет. Он наслаждается, глядя на то, что мы делаем? Нет, нет. Он наслаждается, находясь с нами в близких любовных взаимоотношениях. И мы сейчас можем спросить, ёлки-палки, что-то не бросается в глаза близкие любовные взаимоотношения? Потому что, опять же, там написано, определяющим фактором важным является слово «любовный». Показателем любой любви, таким неотъемлющим качеством любой любви является свобода выбора. Поэтому, создавая нас частью для любовных взаимоотношений, мы, живые существа, наделены свободой выбора. То есть мы можем хотеть в этом участвовать, а можем не хотеть. Потому что если у нас нет выбора, о любви не может быть и речи, именно поэтому всё так сложно. И в какой-то момент мы заигрались своей свободой выбора и отвернулись, и где-то там бродим в этом удивительном мире. Как правило, когда мы заигрываемся, мы приходим к тому, что наступает в какой-то момент очень серьёзное разочарование. Ну да. И в этот момент мы идём в церковь Ли, в какое-то другое... В посольство. Да, в представительство. В представительство, да. И начинаем молиться. И говорить, господи, вот всё плохо, давай возвращать всё, как должно быть. А он спрашивает, а как должно быть? Он говорит, я не знаю, так узнай, почитай, уточни. То есть вот я сейчас пытаюсь вернуть наш разговор в тему нашей сегодняшней программы. Конечно, да. Вот молитва, это что? Это медитация, это покупка, да? То есть вот я пришёл, вот тебе сейчас, отче наш, прочитаю 125 раз, а ты мне за это, там что-нибудь, да? Тоже вариант. Или это что-то другое? Вот что такое? Ну, я как бы не хотел так подразделять, ну мне так могут подумать, да, что собрались опять же два лысых умных, и вот против отче наше. Да, я думаю, что, может быть, мы сходу даже и не процитируем эту удивительную молитву, а тем более 125 раз. То есть существуют разные виды, разные уровни сознания. То есть я не говорю, что одни лучше, другие хуже, они разные. И для разных людей разные лекарства. То есть для кого-то даются некие технологии, некие таблетки. Поэтому для кого-то просто повторяются, может быть, даже очень тупо какие-то молитвы, какие-то мантры. Но если человек 125 раз повторяет что-то, однозначно должен быть элемент веры какой-то. То есть это... Если он не воспринимает это как некий момент наказания, например. То есть вот я грешил, поэтому сейчас мне надо там... Ну, для Бога, по большому счёту, разницы нет. Он же, ну, скажем, он наш отец. И какая разница, что его младшенький воспринимает его слова как наказание, старшенький воспринимает как благословение, дочечка воспринимает как награду, а кто-то на него злится, да, какой-то подрос, там где-то уехал и говорит, я ненавижу, или тебя нет. Тебя нет. Тебя нет, да. Ну, что ты сделаешь? Побегаешь, вернёшься, куда ты денешься, может, это так. И человек, он в любом случае начинает возвращаться, поэтому молитвы, они могут быть в разных аспектах, ну, на разных уровнях. Опять же, под влиянием разных стихий. Слова важны? Слова? Ну, Бог говорит на всех языках. Одновременно? Ну, конечно, конечно. То есть если там подумать, что Бог говорит на санскрите, ну, это странно. Или Бог говорит там на, не знаю, на идиш, да, или там на старославянском языке, или, ну, не дай Бог, на португальском. Проблема обычно бывает так, что Бог говорит правильно, Бог говорит только на этом языке. Ну, это странно. А всё остальное, это вот уже вторичное. Это бывает. Это бывает, это попустит, скажем так. Думаете, со временем пройдёт? А как же? Это всё в рамках лечения. Люди жизнь тратят на то, чтобы доказать, что именно вот… Подоказывал, подоказывал, дальше. И вот подрос до какого-то другого состояния. Поэтому у Бога нет понятия времени. Он никуда не опаздывает. Это мы себя обусловили, ограничили, да, какими-то рамками. Там 50 лет, 70 лет и тому подобное. Поэтому в зависимости от уровня сознания человек иначе как бы общается. Как, ну, если перевести на понятный язык, да, ну, допустим, есть там президент страны. И с ним все общаются на разном уровне, в зависимости от уровня взаимоотношений. Уверен, что есть те, которые бьют челобитную. О-о-о, помоги, ну, там, батюшка, или там что-то такое, там, сними губернатора. Ну, как-то так. Я уж не знаю, о чём они говорят, что-то просят, пошли. Хлеб насущный, скажем так. То есть слёзы, сопли, ну, чтобы выжать что-то. Ну, какой-то бонус. Ну, это работает до какой-то степени, конечно. А кто там иначе подходит? Кто-то в дружеских отношениях. Просто подходит, говорит, ну, тут дело такое. Сам понимаешь. Да, конечно, понимаем, мы же друзья. Кто-то в родительских отношениях. Кто-то считает его ценом, кто-то считает, ну, может, внуком. Кто-то считает папой. Кто-то считает мужем. Кто-то считает… А кто-то считает злодеем. Кто-то считает злодеем и молится на него как на некое абсолютное зло. 24 часа, находясь в молитве, в медитации, на то, что только из-за него всё самое плохое. Какая ему разница по большому счету? Главное, что ты направляешься на этот объект. Конечно же, существует разница, когда ты ругаешь Бога, скажем так. Мы сейчас уже переходим на Бога. Или прославляешь Его, или открываешь Ему сердце. Кто-то к Нему относится как к Отцу. И сидит вечером и говорит, Господь, помоги понять. Кто-то говорит, помоги, дай. Получить. А кто-то говорит, помоги понять, почему это так. То есть, ничто не происходит в этом мире без своего ведома. Поэтому я хотел бы понять, что ты от меня хочешь. Да не будет моя воля, да будет твоя воля. И мы понимаем, что даже в рамках одной какой-то духовной традиции, может быть, подай на хлеб насущный, потому что человек почки царицы два раза. Приблизительно так. А кто-то говорит, да будет твоя воля, но не моя. Я хочу узнать, почему я в этой ситуации. Ты же ее создал. Поэтому я хочу достойно выйти из этой ситуации. Я хочу понять, какова цель. И тогда человек прогрессирует. Кто-то открывает сердце ежедневное, говорит, сегодня было так. Я шел по улице, хотел пить. Очень хотел Кока-Колу. Ее не было, и не было денег. И кто-то ко мне подошел и дал. Я знаю, это ты дал. Спасибо тебе. Ну и так, знаете, как маленький ребенок общается. Ну тоже хорошо. Вот есть такое понятие, как сила молитвы. И порой люди идут к каким-то святым людям, потому что считается, что сила их молитвы больше, чем сила молитвы простого меня. Конечно, так и есть. А почему? То есть в чем разница? В других отношениях находится. Тела одинаковые? Ну, тела одинаковые. Книжки читаем одинаковые? Ну, читаем-то мы одинаковые. Но все смотрят в книгу, а видят... Ну, что-то видят. Все по-разному. По-разному видят. Разные мудры оттуда им тычатся. Поэтому иногда люди пытаются получить какое-то покровительство и пропихнуть свою идею, усилив связями. Знаете, как в мире иногда сам ты не вхожешь, но находишь того, кто вхожет, а ты можешь бы мою тему пропихнуть тоже. Поэтому иногда подходит кто-то к святому, говорит, о, уважаемый святой, дай благословение. На что? Он говорит, ну, хочу, там, я не знаю, что, мопед. Он говорит, я даю тебе благословение, чтобы материальные вещи тебя больше не мучили. И ты как бы двигался к Богу, отвлекаясь. Не-не, не надо такие благословения. Молчи-молчи. Молчи-молчи. И что ты тут такой сейчас наговоришь, и мопеда не будет, и приблизительно так. И не наелся, и касту потерял приблизительно так получается. Поэтому Бог, Он очень удивительный. Он не создал нас для того, чтобы вместо нас работать, вместо нас решать какие-то вопросы, вместо, ну, и там, батрачить на нас. Да, то есть, вот, чтобы у него был личный слуга, то Бога личный слуга. Вот кто-то сидит и говорит, а ну-ка сделай. А если ты хочешь, чтобы я в тебя поверил, пошли гараж мне. И бац гараж. Он такой, о, верю. Верю. А ну-ка еще. Ну, как правило, так не происходит. То есть, использовать Бога не получится. Не получится. Поэтому, так или иначе, любая молитва, она показывает тот уровень, на котором человек находится. Но, когда человек молится, он тем самым показывает свою квалификацию, свой уровень, на котором он находится, как бы давая понять, что Господь, я вот на таком уровне, прости за то, что я вот теперь прошу согласно своему уровню. То есть, я это так вижу. Поэтому, как бы мы ни молились какими-то сложными молитвами, какими-то красивым, каким-то изысканным языком и так далее, и так далее, или просто так от души, ну, для Бога нет проблем это услышать. Другое дело, если мы ожидаем, что он должен как-то реагировать на это так, как мы хотим, мы очень нетерпеливы к другим. Мы даже к окружающим очень нетерпеливы. Если они делают не так, как мы задумали, то это нас приводит в волнение, иногда в бешенство, иногда вообще в гнев какой-то. Поэтому иногда нас Бог приводит в гнев. Что такое? Что такое? Я просил как бы мопедик, а что-то не получилось. Как одна же, когда-то очень-очень давно, у меня был опыт такой молитвенный. У меня был некий знакомый, и я хотел ему все время доказать, что он не понимает, кто такой Бог. А я-то понимаю. Уже был специалист. Огромный специалист. И как-то я начал молиться и оставить условия Богу. И ему говорил Господь, пожалуйста. Пошли ему... У него не было телевизора у человека в этот момент. Ну, как-то такая карма накрыла, что нет у тебя телевизора. Я молился каждый вечер, очень серьезно, чтобы он послал ему телевизор, чтобы он наконец-то уверовал в Бога Единого и так далее, и так далее. И я молился, 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 целый месяц молился. И к концу этого месяца случилась удивительная вещь. Телевизор не появился. Не появился, а у него появилась большая квартира. Каким-то образом. Никто этого не оценил. Ни я, ни он, это я уже позже... Ну... Сопоставили. Сопоставил. Причем странным, удивительным, странным образом. Этот человек жил в каком-то старом доме, там, восьмиквартирном. Приехали какие-то люди и сказали, мы хотим тут автостраду построить, поэтому будем вас расселять. Так, первым выезжает человек из квартиры номер один. И он переезжает в центр города, там, в какую-то квартиру. Но человек номер два не выехал. Принято было другое решение. Посчитали, сказали, автострада здесь не пойдет, неудобно. И все остальные, семь квартир остались там жить, походу, до сих пор там живут. И человек сказал, отлично, свезло. Вот это... И какие-то параллели мы не проводим. Как вот есть анекдот, когда человек едет, ну, допустим, по Москве, хочет запарковаться, а проблема... Он говорит, Господь, ну, пожалуйста, помоги с парковочкой. Ну, помоги с парковочкой. Если как бы поможешь с парковочкой, я и как бы молиться начну. Я как бы и в храм ходить начну. Я и жертвовать как бы начну. Тут раз какая-то машина выезжает, он такой, о, спасибо, спасибо, не нужно. Сам справился. И хоп! Вот это есть как бы молитва. Поэтому в зависимости от нашего уровня сознания мы так и молимся. Но это всегда благоприятно. Всегда. Вот хотел еще спросить. Есть целый раздел в разных священных писаниях, который посвящен разным постам, разным там всевозможным мероприятиям, в которые говорится, что построже здесь, молитесь. То есть если мы, в принципе, говорим о том, что нет прямой взаимосвязи, дай мне это, и тут же это получишь, да. Тем не менее, вот есть какие-то такие технологии, которые дают, ну, некое видение того, что твоя жизнь станет полегче. Ну, что ты сделаешь? Мы всегда хотим привлечь кого-то к решению наших вопросов. Говорится, что первый, кто начинает обращаться к Богу, это страдающий и нуждающийся. То есть от хорошей жизни редко кто начинает искать защиты у Бога. Зачем? Я же сам Бог, у меня все прихвачено. Поэтому думать, что некие манипуляции, некие действия, некие посты, некие молитвы особые, правильно прочитанные, что-либо описанное в Писаниях может заставить Бога что-либо делать, но это наивно, это глупо. То есть, когда человек пытается что-то делать на основе, ну, может быть, священных писаний, он тем самым дает понять, что я стараюсь, я стараюсь. А там уже зависит от тебя, как ты на мои старания отреагируешь. Если же ты пытаешься что-то делать и сразу назначаешь цену за это, ты можешь удивиться. Можешь удивиться. Потому что Бог лучше знает цену этих мероприятий. То есть Бог дает человеку то, чтобы его приблизить к себе, а не отодвинуть. Поэтому если твои задумки грустные, мерзкие, опасные и так далее, он никогда этого не сделает. Так же, как если ребенок, ну, допустим, маленький мальчик, ну, задумал, я не знаю, что, засунуть ножницы в патрон с выключенной лампочкой, ну, чтобы посмотреть, что будет. Он не даст ему эти ножницы? Папа, дай ножички, я хочу проверить. Он говорит, ой, интересно, посмотрим. Давно не видел на рентген пацана во время взрыва. Ну, вот приблизительно так. Поэтому так он не поступает. То есть это, тогда это, ну, надо признать, что Бог, ну, некий садист, который прикалывается, смотря на, ну, давая то, чтобы, ну, человек помучался. Нет, он разумнее, чем нам кажется. Есть еще такое понятие, как коллективное сознание. И, опять же, есть такой, как я слышал, есть такой термин, коллективная молитва. Это что за феномен такой? То есть когда один человек просит мопед, все понятно. То есть мы разобрались, можешь получить, можешь не получить. А когда группа просит мопед? А если каждый еще по мопеду? Да. Ну, собрались, единомышленники хотят получить от Бога мопед. Молитва сильная. Сильная? Ну, конечно, когда ты один болеешь за «Спартак», один эффект. Когда 40 тысяч на стадионе, другой эффект. А толку-то «Спартак» все равно не выигрывает? Никакого. Разницы большой нет. Всех вдохновляет, все радуются, продается пиво. А, вот для чего это все. Да, может так и коллективная молитва тоже для этой цели. Это не для того, чтобы громче докричаться. Потому что, когда ты сам находишься, да, то молился-молился, просил у Бога о мире для всего мира, и плавно соскочил на кафель, потом соскочил на что-то, и куда-то тебе уволокло, да. То есть ум куда-то унесся. Когда же люди совместно вдохновляют друг друга, возникает такая синергия, так называемая. Есть такой эффект, как, например, в армии солдаты, они качают пресс все вместе. То есть такая длинная труба, ну и там человек 50, друг другу на плечи, и они все вместе. Раз, два, раз, два. И вот в таком формате они могут сделать несколько раз больше, чем если бы они каждый по отдельности делал. То есть синергия возникает. Синергия – это когда 1 плюс 1 равно 16, а не 2, как нам хотелось бы. Поэтому каждый друг друга вдохновляет. То есть ты понимаешь, что ты часть целого, да, и ты не можешь, ну там, подвести, да, ты не можешь заснуть. И ты хотел бы сказать, ай, у меня вот тут заболело, ай, я не буду, ай, это шум в большинстве своем разводит. И когда ты, ну, когда все вместе, вот, начинается вот такое движение, эффект значительно сильнее. Еще раз повторю, это не для того, чтобы докричаться. Докричаться до Бога, потому что он одного не слышит, а вот тут сотня вместе кричит, ну услышал, что орете. Приблизительно так. Нет, эффект от того, что мы вдохновляем друг друга. То есть мы не просто говорим, мы еще слышим, мы не можем отвлечься и, ну, погружаемся в какой-то, ну, такой эгрегор, да, и тем самым мы очищаемся и прогрессируем. Вот, ну, я так это вижу. Это во всех конфессиях одинаково работает? Конечно, конечно, однозначно. То есть когда хором поют? Конечно. Да, когда ты дома один, ну, допустим, поешь какую-то молитву «Иисус, Господь», ну, классно, я обожаю. Обожаю, как вот протестанты поют, что-то какие-то харизматы, так удивительно, такие мелодии шикарные, такая, ну, блеск в глазах, ну, шикарно. Но когда ты один дома это поешь, знаете, как перед телефоном, ну, и потом выглядит смешно. Сам себя вдохновить не можешь. Но когда это делает группа, сразу видно, что прям вдохновляет. И такие голоса проявляются сразу. Я имею в виду не в голове, а талантливо начинают петь. Проявил вот очень удивительный эффект. Я несколько раз замечал, особенно когда вот группы людей очень значительные. Вот, казалось бы, каждый по отдельности, ну, очень мало людей, которые красиво, правильно поют. А вот когда поет стадион, почему-то все время поется правильно. А почему, за счет чего это происходит? Это вот тот же самый эффект? Ну, чтобы петь все вместе, нужно слушать. Есть очень удивительный такой, ну, чтобы вместе повторять. Вот если я начну один петь, я сам себя аж не слышу. Знаете, был эффект, когда вот вы включали первый раз, там, диктофон или магнитофон, вам свой голос, вам вот как профессионалу наверняка это знакомо, да. И ты думаешь, боже, это я говорю, какой позор, какой стыд. Это еще кто-то слышал? Просто мы где-то внутри у нас, ну, и в голове, да. И мы слышим себя иначе. Даже вот вы заметили, когда поют тут музыканты, да, что-то записывают, они в наушниках, чтобы слышать, как это звучит со стороны. То есть они слышат не свой голос, а именно как со стороны. И также, чтобы петь всем вместе, нам надо прислушиваться к тому, кто поет рядом. И тогда мы уже перестаем быть управляющими, мы подстраиваемся под кого-то. И возникает вот эта гармония. Вот эта гармония. Мы даем возможность людям делать это красиво, не мешать им. И когда целый стадион поет, чтобы не мешать друг другу, шикарно. Проблема современного мира мы, современных людей, мы не умеем слушать. Потому что молитва, это не просто ты передаешь какую-то информацию вверх, заказ. Пакет. Пакет. Да, да. И тебе потом, когда ты о чем-то просишь или о чем-то говоришь, ты внимательно послушай, будет ответ. И ответ будет не так, что Твердь небесная раскрылась. Глаз. Да, глаз такой или огонь там, да, в кусте или там еще что-то такое. Или ты услышишь, что бегает кто-то по твоему дому звенит колокольчиками и прямо из-за шкафа кричит, это тебе ответ, что ты просил на той неделе. Нет, мы должны внимательно смотреть по сторонам, что-то начнет проявляться. Как бы случайно. То есть будут какие-то песни тебе, будут приходить случайные, будут какие-то люди приходить случайно и что-то говорить. Говорится, что случайность — это псевдоним Бога. То есть он не будет нарушать законы физические, появляться здесь и кричать из-за куста «я здесь, я здесь». Поэтому если ты что-то просишь, будь готов к тому, что тебе ответят. А чтобы, надо быть не просто готовым к тому, что ответят, но еще и услышать, что тебе хотят сказать. Исполнять надо? Колхоз дело добровольное. А вот в связи с этим сразу возникает вопрос. Я попросил, дали что-то другое, я не исполнил. То есть в следующий раз и просить бессмысленным? Твое дело. То есть смотря, у кого ты просишь. Это как мама, мама, пожалуйста, у меня заболело горло, полечи меня. Она говорит, вот тебе таблетка, я не знаю, аспирина. Мама, я не хочу аспирин. Горький. Я хотел бы ведерочко мороженого Баскин-Робинс. И реально, и искренне ты хочешь ведерочко мороженого. Но мама не даст тебе ведерочко мороженого. Она тебе горчичники выпишет, ноги в кипяток, что-то такое. Малинового варенья, медом всего намазаешь, я не знаю, чем. И заставит сидеть, кашляет. Дышать над картошкой. Конечно, конечно. Абсолютно отвратительное мероприятие для ребенка. Он-то хотел в школу не пойти. И Баскин-Робинс. И Баскин-Робинс. А оказалось, картошка, горчичница и клизма семиведерная. Там все, что угодно может быть. Поэтому при общении с Богом надо понимать, что тебе даст не то, что ты хочешь, а то, что для тебя благоприятно. И это и есть милость Бога. Потому что если Господь нам будет давать то, что мы хотим, это нас заведет. То есть Он нам уже дал максимум, дал нам свободу выбора. То есть мы можем идти к Нему, а можем идти от Него. Это очень много. Причем мне кажется, что у нас только два состояния есть. То есть какого-то там медитативного застоя не существует. То есть мы либо к Нему, либо от Него. Другого варианта просто. Ну, абсолютно правильно. Я с вами согласен. Это как приводится пример. Если вот альпинист лезет в горы, у него есть два состояния. Либо он лезет вверх и долезет, либо он обрывается и летит вниз. Варианта, что он завис и там стал жить на скале Бэтмен. Да, или там Спайдермен такой женился там на скале, детей надел, огородик в расщелинах. Но это не бывает. Так же самое, либо мы идем к Богу, либо от Него. Как какой-то старый какой-то фильм такой, постсоветский, какой-то грузинский. То ли покаяние. Я не понял, как он назывался. Там была такая удивительная фраза. Беседуют какие-то два старика, там женщина. И говорит, эта дорога ведет к храму? Он говорит, нет. Зачем нужна дорога, которая не ведет к храму? Потому что если дорога ведет не к храму, она ведет от храма. Приблизительно так. Ну, тогда это вообще звучало очень сильно. Последний вопрос. Давайте. Спрошу. Гипотетически представим, что вот эта минута — это последнее, что есть у вас. И у вас остается время на молитву. Чему вы ее посвятите? Ну, я не буду говорить, потому что тут два варианта. Либо меня все начнут читать святым, либо выгонят из всех организаций, конфессий, к которым я иногда хочу иметь отношение. Но если немножко так вот абстрактно, то я точно знаю, чего я не буду просить. То есть я не буду просить поменять кафель в своей квартире. Да, вот точно не буду. Я точно не буду просить каких-то материальных благ. Я точно не буду просить здоровья. Ну, в последнюю минуту поздно пить боржом, печень отвалилась. То есть я четко понимать буду, что у катафалка прицепа нет. И ты туда не загрузишь. То есть мне кажется, а может я даже сейчас скажу, наверное, я начну благодарить его, Бога, за то, что он мне точно сказал, что это последняя минута. Потому что понимать, что ты уходишь, это крутое благословение. Огромная проблема в том, что мы думаем, что мы будем жить здесь вечно. Что линия жизни по локоть, а то и по плечо. Что умирает кто угодно, но только не я. У меня еще все впереди. Аннушка уже давно разбила масло. Поэтому, наверное, сосредоточиться нужно, если тем более последняя минута, это шикарно, всего 60 секунд. То есть сосредоточиться на том, куда ты собирался идти всю свою жизнь. Потому что у всех есть, и у меня в том числе, есть некая цель. И я к ней иногда иду. Потому что иногда я иду в совсем другие места. Иногда я делаю то, что я вынужден делать, обязан делать и тому подобное. Но иногда я движусь в правильном направлении. У меня есть какие-то шикарные цели, в которые я не верю даже, что я туда дойду. И вот в последний момент я сосредоточился именно на этой цели. С мыслью и благодарностью, что свезло так свезло. Меня предупредили. То есть всего 60 секунд, и я выдвинусь туда, на что я медитирую, мне ничего не мешает. Наверное, так. Спасибо. Пожалуйста. Вам спасибо. Сергей Яковлев сегодня у нас в гостях. Ой, как спасибо вам за сегодняшний разговор. Да сам счастлив. Спасибо. Приходите, пожалуйста, еще. Это все непременно. Да, мы вас очень ждем. Вновь и вновь. Уважаемые зрители, мы завершаем нашу программу. Тем не менее, хочу вас пригласить заходить к нам на сайт баланс-тв.ру. Там есть наша программа в записи. Пожалуйста, смотрите, сами пересматривайте их. Рекомендуйтесь своим друзьям, своим близким, своим родственникам. И давайте будем увеличивать количество добра в этом мире. Всего доброго. До свидания. Телекомпания «Баланс-ТВ» и мультипортал «Рузов.ру» представляют уникальный интернет-проект «Тысячелетие». Приключенческий роман на документальной основе в поисках бессмертия. Два друга отправляются в Гималайи на поиски нектара бессмертия. Их ждут удивительные приключения, невообразимые открытия и ужасные трагедии. Святые и мудрецы. Йоги и ведьмы. Мистики и даже черные маги встретятся им на этом пути. Мы пройдем этот путь вместе. И еще неизвестно, чем он закончится. Гималайи еще никогда не были так близки. Поэтому, не теряя времени, отправляйтесь в путешествие